Привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня я расскажу вам, что же с собой из Фаберлика я взяла на море, что оказалось мне крайне необходимым и очень нужным. Давайте начнем с декоративки. Во-первых, я взяла, конечно, с собой вот эти свои любимые на данный момент тенюшки «Галактическое путешествие». Они нереально крутые и на вечерние прогулки, на фотосессии просто потрясающе смотрятся на глазках, поэтому на море я, конечно, когда хожу, не крашусь, а вот как раз на вечерние прогулочки, вот самое оно. Обзор на эти тенюшки я уже снимала и оставлю вам на это видео ссылочку в инфобоксе. Дальше с декоративки я взяла, конечно же, свою любимую тушь «Ваш Оскар». Артикул ее 55.98. Я тоже ее уже показывала неоднократно, я ее обожаю. На данный момент это моя любимая-любимая тушь «Фаберлик». Она уже заканчивается, кстати, в следующем каталоге на нее будет акция за 249 рублей. Я возьму ее обязательно. И губнушки. Девчонки, вот такой бальзамчик я взяла. Артикул его 44122. У него прекрасный легкий бежевый такой вот блеск. Он оттеночный, но очень красиво смотрится на губах и прекрасно подходит под загорелую кожу. Вот как он выглядит. И такой вот небольшой блеск с бежевым отливом. Очень красиво смотрится на губках, на загорелой кожи. Я взяла с собой вот такую карандаш-помаду, которой пользуюсь достаточно давно и никак она у меня не кончается. Артикул 41098. Это красивый коралловый оттенок. Вот сколько у меня его осталось. Вот так он смотрится на руке. Камера передает вам его как розовый, но на губках он смотрится как коралловый. Очень красивый оттенок, легкая питательная текстура, довольно жирная, что в принципе на море при таком вот солнце, которое здесь очень ярко светит и не щадит ни нашу кожу, ни волосики, ни губы, вот этот карандашик как нельзя лучше подойдет. Взяла с собой еще одну свою любимую помадку. Это у нас, по-моему, не помню. А цвет пион 471 артикул. Вот. И сводчик сейчас вам покажу. Она у меня сейчас на губах. Тоже очень здорово подходит под загорелую кожу. Коралловый оттенок тоже. Опять камера передает, неправильно вижу. Коралловый оттенок с легким шиммером, красивым блеском. Вот такие помадки я с собой взяла. Так, дальше, девчонки, из уходовых средств. Средства для снятия макияжа Ультра взяла с собой, потому что бутылочка довольно компактная и много места не занимает. Артикул ее 0888. Активно пользуюсь, снимаю макияж. Она, конечно, не матирует кожу, как я уже говорила. Может, минут 5 от силы. Нет никакого здесь матового эффекта и близко. Здесь 100 мл. И она щиплет глаза. Не очень сильно, не так, как серия Аксиологи, мицеллярка. Но тоже щиплет. Если, в принципе, аккуратненько снимать, то все ничего нормально. Поэтому вот такая водичка у меня с собой. Так, крем для рук. Формула омоложения. Он просто здесь у меня must-have. Артикул его 2098. Он очень питательный, очень увлажняющий. Я использую его не только для рук, а и для ступней, для коленок. Вот для таких мест, которые особенно сохнут. И эффект замечательный. Он после первой помывки не смывается. Как, допустим, крема про руки. Он довольно долго питает ваши руки. Мне даже вот один-два раза в сутки, утром-вечером вполне достаточно. Потому что от соленой воды, конечно, от соленого ветра, кожа сохнет очень сильно. Особенно ступни. Так что этот крем я взяла не зря. Дальше, для лица я взяла серию Блум. С собой заодно и потестить эти новиночки как следует. Это у нас сыворотка для активации молодости с клетками жасмина. И крем вокруг глаз. Что хочу сказать. Я уже пользуюсь ей недели-две. И вот эти средства, в принципе, на лето мне очень понравилось, как воздействует на кожу. Нет жирного блеска, нет липкого слоя, ничего нет. И она довольно легкая. Несмотря на то, что здесь жарко, несмотря на то, что здесь влажно. При нанесении сыворотки этого крема на кожу, через минуты три где-то все прекрасненько впитывается. И кожа очень мягенькая, ухоженная. То есть все равно мы едем на море, но об уходе забывать нельзя. Потому что здесь солнце, здесь мы щуримся, здесь могут возникать мимические морщины. Нужно все равно ухаживать за лицом. Очищать, умывать и пользоваться своими кремами. Артикул сыворотки 0.1.45, артикул крема 0.1.44. Средствами довольны. Но что могу сказать, для тех, у кого есть проблемы возрастные, уже какие-то мимические морщины, это не исправит. Я не знаю, может быть, крем из этой серии как-то вот он получше воздействует. Но вот эти два продукта, они как бы возрастные изменения не исправят. Это точно 35+. Может попробовать 45+. Но у меня нет явных морщин, поэтому мне нормально. Увлажняет, питает, заботится. Довольно легкая текстура, прямо вот на коже становится водичкой. Ну и все. Поэтому для юга мне хорошо. Так, из уходового, что у нас еще? Я взяла серию Арктик. Бальзам и маску. Шампунь у меня уже закончился. Маска у нас 8626, яркость цвета. Все, я ее добила. Она пустая, идет в утиль. И бальзам 8616, полное восстановление. Кондиционер даже, а не бальзам, для слабых поврежденных волос. И вот эти два средства спасают мои волосы здесь, на море. Потому что искупаешься, все. Волосы высыхают, они становятся как солома. На них соль. Нужно обязательно помыть, все это дело смыть. И нанести какое-то уходовое средство. И вот эти два средства идеально справляются со своей задачей. То есть волосы у меня напитанные, не выглядят как мочалка. Все нормально, все прекрасно. Я лишний раз убеждаю, что вот эта бюджетная линейка, где вот эти средства можно взять там за 60, а то и за 30 по срокам годности рублей. Она просто работает на ура и мне лично идеально подходит. И я не хочу даже никаких дорогих средств. Маски, кондиционеры Арктик просто огонь. Если вы еще не добрались до этой серии, не пробовали, я вам очень советую. Так, что же еще у нас? Для ребенка, конечно, вот я брала шампунь-бальзам. Я и мою ее им, и для волос использую. Тоже отличный шампунчик. И здесь еще есть бальзамчик, тоже после него волосики мягкие. Но я ей все равно еще на волосы тоже наносила маску, либо бальзам серии Арктик. Зубные пасты. Total Repair восстановление эмали добиваем здесь на юге. И детская вот такая вот. Total Repair, так, Артикул у нас где? 1599. Нормальная зубная паста, хорошая. Я уже хвалила и рассказывала вам о ней, что как бы, ну, по крайней мере, она не стирает эмаль. И чувствительность моя зубов немножко притупляется. Она не сильно пенится, белого цвета. Не так пенится, как отбеливающая, там прям обильная пена. Она прям совсем вот чуть-чуть. И детская зубная паста, которую тоже мы очень любим. Артикул ее 2442. Она прекрасно очищает детские зубки. Эмаль прям вот белый, белоснежный. У меня у дочери зубки после чистки всегда. Так, дальше, девчонки, антипреспиранты. Мы брали с собой на юг мужской для мужа Цельсиус серии. Мне очень нравится аромат этой серии. Он не сильно навязчивый, довольно-таки быстро выветривается. И в то же время защищает. То есть муж говорит, что ему с этим дезодорантом комфортно. Артикул его 0529. Здесь хороший объем. И акции на них бывают очень хорошие. Поэтому такой большой объем за 100 с чем-то рублей – это нормально. И себе, конечно же, свой любимый антипреспирант дезодорант 48 часов с ароматом «Морская свежесть». Мне хватает его надолго. Артикул его 2351. И что могу сказать? Даже на юге для меня, вот хотя у меня, ну я бы не сказала, что я не потею. Я довольно-таки прилично потею. Он справляется со своей функцией. На сутки мне его вполне хватает. Из уходовых. Так, еще вот такая вот малышка. Очень нам пригодилась. Тоже занимает мало места. Два в одном шампунь и гель для душа. Мужское. Ледниковая. Минеральная вода. Плюс женьшень. 100 миллилитров. Артикул его 0574. По-моему, 69 рублей он стоил и стоит в этом каталоге. И это очень удобно. Вы знаете, вот такой маленький. И на отдых вполне хватит для мужчины. Так, дальше. Для себя гель для душа я брала вот такой вот. Артикул его 8315. Я до сих пор не могу научиться правильно читать. Если кто знает, как это правильно и грамотно эта серия называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Потому что я каждый раз ломаю язык и понимаю, что я все равно говорю это неправильно. Аромат классный. Аромат свежий. В то же время немножко цветочный. Ну и все, в принципе. Аромат свежести на море. Вот я специально взяла вот такой вот парфюмированный гель для душа. После душа, когда я выхожу из душа, я наношу на себя вот такой мист для тела. Вот активно его использую. Это у нас манго и папайя с невероятным ароматом. 120 мл. Артикул 2374. На мокрое тело наношу. Руками немножко распределяю по всему телу. И все. И даю впитаться. Кожа увлажнена. Кожа напитанная. Аромат чудесный. У меня липкости никакой от этих мистов нет. Я слышала несколько отзывов. Девочки говорили, что у них липкость. Нет у меня липкости. Я не знаю. Может, это от кожи зависит или еще от чего-то. Поэтому он мне очень нравится. Знаете, попробовала еще. Такой интересный способ применения. Разбрызгала его на волосы. На кончики. Вот интересно. Как он будет на них работать? Ну, конечно, там чудо никакого не произошло. Но что могу сказать? Вот этот аромат манго и папайя на волосах держался вообще сутки. Это точно. И это здорово. Я теперь решила, что я вот буду немножко прям на волосики его разбрызгивать. Потому что если на теле он перестает ощущаться через часа полтора-два-два с половиной, там когда как, на волосах он держится сутки. А так как я этот аромат обожаю, то буду брызгать его и на волосы. Попробуйте. Очень интересно получается. Ваши волосы такие ароматные. Здорово. Для ребенка, для волос я взяла серию кошка манго. Вот такой вот спрейчик. Он с блесками. Но здесь их не так, чтобы сильно много. Они сильно заметны. Но он здорово питает. Вы знаете, я сюда еще перелила немножко маслица салонке. Прямо вот добавила. Ну, вот столько, наверное, чтобы еще питательнее была смесь. Артикул, кстати, 23-45. Здесь 50 миллилитров. И нам нравится. Он тоже пахнет манго. Я говорю, вот я сюда добавила маслица. Тоже такой лайфхак. Если вам недостаточно хорошо питает волосы ваше средство, добавьте туда каких-нибудь масел. Можно даже эфирных. Я так частенько делаю лично. Я накапала ей сюда масло. И получилась консистенция прям очень питательная. И волосики после нее идеально расчесываются. Так, дальше. Я взяла с собой вот такое средство для мытья посуды. Это тоже очень удобно. Правда, здесь оно всегда есть. Мне не пришлось его использовать. То есть там, где мы живем, оно есть. Но если вы приезжаете куда-то отдыхать и все время покупаете какую-то бытовую химию, это вообще решение проблемы. Мы такая малышка с собой взяли. Пробники у нас дешевые, благо. Артикул 112.07 этого пробничка. Оно, по-моему, свежий лайм. На юг с собой брать. Привезли. Водичкой в какой-нибудь емкости разбавили. Оно же у нас концентрировано. Я разбавлю один к трем. Получилась почти целая бутыль из такой малышки средств для посуды. Очень удобно брать в поездку пробники наши. Средство SPF. Я, конечно же, с собой брала. Вот ракушка даже прилипла к одному. У масла сразу начала отклеиваться этикеточка масла с 6 SPF и молочко защитное 30 SPF. Я расскажу вам в следующем видео о них поподробнее, как они работают на море. И просто мое спасение – это малофтелин. Я взяла его попробовать, потому что мои товарищи обгорают. Муж и дочь. Если у меня кожа более темная, я практически сразу коричневею, они становятся красными, обгорают и дико мучаются. Несмотря ни на какую SPF-защиту практически. И я мажу их, мазала и мажу активным вот этим вот кремом. Но уже нет, уже они все начали тоже, слава богу, коричневеть, отмучились, как говорится. Здесь 50 мл. И он у нас заявлен вообще от всех бед. Это артикул его 70912. Если вам интересно, вы почитайте поподробнее на сайте, от чего он помогает и для чего он нужен. Я мазала лицо дочери покраснений мужу спину и всех, их вообще с ног до головы, мазала малофтелином. И вы знаете, на утро они просыпались уже без красноты. Кожа была на ночь, я их мазала. Поэтому, ну что сказать могу? Ну здорово, вообще здорово. Вот хоть где-то он пригодился, потому что как его применять, я что-то даже не знала. И еще один момент. Мы с дочерью поехали кататься на банане. Здорово, весело, прекрасно. Когда мы приехали, там муж подавал мне руку, я с него слезала и немножко подвернула ногу. У меня прям болело колено. Вот какое-то движение, прям такая резкая-резкая боль. Наверное, не ушиб, нет, это как-то может быть легкий вывих. Я пришла домой, натерла на ночь как бы малофтелином. На следующий день уже полегче. Вчера на ночь я взяла прям побольше крема. Втерла его в колено обильно вот в это место. Муж мне сделал легкий массаж вот вместе с этим кремом. И сегодня на утро уже вообще другое дело. Больше никаких средств, ничего безболивающего не применяла. И сегодня я уже прекрасно передвигаюсь, прекрасно хожу. Ну и так ходила. Ну просто в каком-то положении прям повернешь ногу и в колене боль. Что там случилось, не знаю. Ну вот сегодня второе применение. Вчера было перед сном и сегодня вообще просто класс. Просто супер. Поэтому вот, наверное, все-таки при каких-то ушибах тоже он помогает. Так что малофтелин с собой на море берите обязательно от ожогов и от каких-то всяких ЧП, порезов. А дочь у меня, кстати, лазила на канате, стерла сзади ногу. Прям так хорошо стерла до крови. И прям вот сильно-сильно она стерла ногу. И я ей прям по-живому, вот там вот по этой рамке, она такого приличного размера была, мазала вот этим кремом два раза в день. И потихоньку вот так все затягивалось. Вот дня три прошло и все прошло. То есть тоже больше ничего не использовала. Никаких антисептических средств, ни зеленки. Малофтелин нам помог. На юге в этом году очень здорово. Поэтому советую. Вот такой обзор был на продукцию, которую я взяла с собой на море. Надеюсь, я была вам полезна. Всех люблю, целую. Пока-пока. До следующих видео.